Уже 13 лет после выхода на пенсию Галина торгует продуктами. Ее страшный сон в условиях карантина – потерять весь свой товар. Администрация нового рынка, где работает женщина, вариант выхода из ситуации нашла. После решения властей закрыть рынки, базар фактически превратился в супермаркет. Под крышей мясного отдела сейчас можно купить любые продтовары. И в перчатках мы, и в масках, и руки. У нас все под руками, будь ласка. Мы без перестанки руки, и все будет добре. И все будет добре. Треба просто виконувати те, что нас просят. Люди возмущены тем, что в гипермаркетах очень короткое расстояние между людьми. Рекомендовано полтора метра. Это расстояние сокращается. Воздуха поступления свежего нет. У нас очень хорошие санитарные нормы на новом рынке. И дезинфекция каждый понедельник производится. И свежий воздух. Что можно сказать? Никакой гипермаркет не сравнится ни с каким рынком. Не менее изобретательно возобновляют работу и другие городские рынки. Открытые торговые точки можно увидеть на северном и южном базарах. Приволжье частично переехал за забор, и формально предприниматели находятся не на территории рынка. Точечно все еще можно приобрести как одежду, так и обувь. Есть, безусловно, некоторая юридическая коллизия сегодня, когда мы говорим о необходимости закрыть рынки. Но в то же время многие рынки сегодня не являются рынками, то есть являются рынками по сути, не являются рынками по документам. Но основная масса рынков сегодня закрыта, распоряжение исполняется. Хотя это, конечно, наносит большой сегодня урон и тем людям, которые производят сельхозпродукцию, молоко, масло, овощи, фрукты и так далее, и тем, кто это реализует. Не на камеру продавцы объясняют. Нарушают потому, что выживать как-то нужно. А вот понять, почему запретили зарабатывать именно им, не могут. Как и введение некоторых жестких мер. А если в Одессе тот самый строгий карантин, который был объявлен на городском общенациональном уровне? Ведь пока мелкий и средний бизнес терпит колоссальные убытки, город продолжает жить и функционировать в прежнем режиме. На дорогах оживленный трафик. Периодически возникают небольшие пробки. Люди не спеша передвигаются по улицам. Кто в маске, кто без. Ежедневно к морю приходят сотни одесситов. На выходных еще больше. Не останавливать, ни штрафовать никто не пытается. Утром, как послушаешь телевизор, жутко. Вышел прогуляться, вроде гуляют люди. Может действительно больше паника. Непонятно. Все чаще местные обсуждают именно двойные стандарты. И карантин наполовину не воспринимают. Нету справедливости по отношению к обычному народу. Либо жестко все закрывать и ото всех. Никого не впускать, никого не выпускать. Даже своих. Либо открыть полностью все. Пока всеукраинский карантин продлен до 11 мая. Если план властей по сдерживанию эпидемии коронавируса сработает, постепенно начнут возобновлять работу все закрытые предприятия. Малому и среднему бизнесу осталось лишь дождаться. Хотя это и непросто. Лилия Горопашная, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Ждут сезон.